Окна Настеж не помогают. С улицы тоже пышет горячий воздух. Ртутный столбик термометра в одной из групп детского сада приблизился к 40. Такая высокая температура почти везде, особенно на втором этаже. Парит от крыши. Не выдерживают даже растения. По режиму после полдника ребята вышли на прогулку. Лежит, когда она и плачет. А потому что мне жарко, жарко. Шлезы льются у нее, прям вздыхают. В спальне жарко, а в зале прохладно. Благо, что в детском саду «Золотая рыбка» есть где освежиться хотя бы временно. Выходим в бассейн. Мы ходим в бассейн, искупались, потом выходим и идем в группу, потом раздеваемся и ложимся спать. А еще выходим на прогулку. Для большинства родителей весть о закрытии садика даже на неделю неожиданно. Не прохладнее дома. И там спасаются кто как может. Ну, окна везде открыты, и водой ополаскиваешься. Спать приходится. Не в постели. В балконе. Да и возникает проблема, с кем оставить детей. С работы как-то придется, не знаю даже, что решать там. С начальником, наверное, разговаривать. Ну как, приходится нанимать нянечку. А куда его девать? Ни бабушка, ни детушка. Нет, ни бабушка. Детские сады в связи с тепловым режимом будут бездействовать всю следующую неделю. Светлана Даровских, Варвара Павлова. Наш город.